Ну что, грибеточки, продолжим. Разговоры с родственниками, они обычно надолго так затягиваются просто. Да и дедуля старенький, не могу же я ему сказать, дедуль, я потом позвоню тебе, завтра. Вот, ну ладненько, продолжаем. Значит, что-то у нас с головой там у парня. Проход ему очистили, да. А, путь в смысле. А, нет, все нормально. Единственное, что я забыл, я забыл звук обратно вернуть из Ведьмака. Поехал, опять ты здесь. Ой, Ведьмак теперь? Что-то я, правда, не понял, какой путь надо прочищать. Здесь-то все вроде прочищено. А, что тут? Сукно! Обязательно, обязательно возьмем. Без сукна, как говорится, и жизнь не та. Опа-опа, на корточках присел такой зек, прям лысый весь. На корточках. Ох, ты выблядок! Ядрись ты в рот прогибом! Я тебя зубами порву! Слышишь? Я? Нет, не слышу. Я не воспринимаю такие речи. Крышка! Кс-кс-кс-кс! Огонь! Здорово, Велорес! Оф, блин, пришел. Ёкарный! Сколько вас здесь, стражники? Ты ничего не видел там, понял? Молодец. Большой крылатый пышник. Большие города... А-а-а-а! Нет, не режь меня, дяденька! Да ты откуда взялся? Че-то... Эта, вставай, помогай, слышишь? Короче, понятно. Здесь беде ВП, я так понимаю, да? Ты че? Ты зачем в дверь залез? Нормально не мог померить, что ли? О! Другое дело! Ничего, это не персональное было привести. Этот парень, вон, просто ему грустно там одному, видимо. Ах, вы, милый государь, я нарушу вашу целостность своим костным образованиями в рот полости. Перевод. А-а-а-а! Я так и думаю, что ничего плохого он мне сказал. Практически. О, дубина! Нормальная хоть? О, посерьезнее дубиночка-то будет. Но не сильно, правда. 3-12, нокдаун плюс 6, оглушение плюс 17. Попробуем, попробуем. Че он, правда, обернулся, я так и не понял. И опять здесь еще один чувак. Тихо ты че тут кричишь тут? Родименький. Людмак, спрячьтесь за бочку. За бочку. Все, сидим, ждим. Сидим, ждем. Сидим, ждим. Вам миникарту не видно, мне видно, поэтому я сижу, жду. Эй-эй-эй, тормози, тормози, браток. У тебя муха там сидела. Кипатоньки. Всем. О, кожаные накладочки. О, нормально. На обувь. Че такие-то? Ну ладно. В смысле, а куда это? А, это усиление. Перепутал. Давай масло на перчатки нанесем. Или на грудь. И будем заниматься настоящей греко-римской борьбой. Вот как в те стародавние времена еще до нашей эры. Будем в масле друг друга лапать. В смысле, бороться. Че, нарисовано же. Ого, сундучман. Перчатки есть у меня. Зачем мне еще одни перчатки? Перчаток суете мне. Как будто у меня четыре руки. А я, кажется, ключ-то никакой не нашел. Или, типа, все норм. Все норм, пойдем. Или дядьку надо освободить. Дядьке можно только в дырку посмотреть. Да, двери. Двери. В дверь можно, вот, в дверь посмотреть. Не дядьке. В дверь. В дверь. Пойдем. Я знаю, что ты мне указываешь. Я там был только что. Я думал, ты пропал куда-то. Вторая дверь налево. Это маслохранилище. Ага. Зачем нам маслохранилище? Да он пропадает все время. Вот это механизмы. Я такое в Петке Васильевиче видел. Ты здесь ничего не поможешь. Нет, у меня здесь дела. Ага. Собрался воевать в одиночку? Для таких дел помощь не нужна. Уверен? Прощай, ведьмак. Бутербродов с маслой? Слушай, точно. Надо наделать бутербродов с маслой. Ты что сделал? А ну потуши. Да нет. Вот это. Ты что делаешь? Ты что... Успокойся. Успокойся. Ты нас тут запер еще. Вот маньячелла. Ну тебя нафиг. А. Ну ладно. Вот это казус. Вот это казус. Ядрен батон. Что же теперь делать? Зато у меня есть дополнительное оружие. Меч. Меч, я думаю, лучше, чем дубина. Правильно? Может и неправильно. Что-то дубина 9-12. А, 3-12. Иногда он оглушен. Ну да, меч. Покруче. Там не подгорело. Там у него бомбануло. Здорово, Ниркан. Привет. У единицы. Че ты забыл? Забыл, че прибежал. Ну ладно, постою здесь. Я пока медальюнчик потрогаю. Стой! Ведьмак, ты что ли? Говорят, ты убил короля. Я не убивал. Я тебе верю. Спасибо. Я рад. А то совсем бы глупо вышло, если бы пришлось тебя убивать. Все рубайлы пережили штурм. Пьют горькую третий день. Я тебе кое-что задолжал. Ничего ты мне не должен. Во время штурма попали мы в котел. Ты знаешь, если рыцаря в тесных проходах прижмут, двинуться вовсе некуда. Сзади напирают, спереди стоят, сверху алюбардами рубят. Меня бы раздавили, если бы не доспехи. Потом еще раз десять получил по шлему. До сих пор в ушах звенит. Плюю все время, зато живой. Сотрясение мозга. Это пройдет. Видите, как хорошо, что... Что все-таки мы не помогли рубайлам, чтобы они сделку заключили. Ты был с рубайлами, когда они попали в скайтаэльскую засаду? А то! Живодер говорил, что эти эльфы дрались особенно отчаянно. Ты не заметил, было у них что-нибудь приметное? Может, значки какие-то? Они закрывали свои лица платками, а платки эти нарезали из мундиров особого отряда. Трофейные, значит. Их лич у них ворвет или что-то вроде того. Откуда там взялся дракон? Понятия не имею. Но он спас нас. Эльфы его как увидели, сразу о нас забыли. Больше ничего сказать не могу. Мы так удирали, будто за нами дьявол гнался. Вот, держи-ка. Живодер мне велел это выучить, но такие мудрости не для меня. Я на драконов охотиться не собираюсь, а тебе вот может пригодиться. Мне пора. Нас обе охраняют стражники. Ты не проберешься. Отвлеки их. Ага. Но помни, если дойдет до драки, на меня не рассчитывай. Может нам даже придется биться друг против друга. Лучше бы не пришлось. Ну, иди. Дай мне минуту. О чем? Слово о драконах. Вы получили новые сведения об определенном виде монстров. Общая общий уровень знаний Геральта, указан таблица свойств. На экране развития персонажей. А не когда драконы встречались повсеместно и безраздельно владели континентом. Драконий огон был погибелью для городов. А драконий аппетит угрозой для первых колонизаторов. Против этих монстров выходили сражаться чародеи. Для борьбы с ними создали ведьмаков. Че это? Ведьмаки не сражаются с драконами. Сейчас драконы почти что вывелись. Еще встречаются вилохвосты и ослезги. Но в сравнении с драконами они смотрятся так же, как чердачный кот на фоне тигра. Бестии эти были выбиты профессионалами вроде знаменитых Рубайл из Кринфрида. А химические компоненты, получаемые из тел дракона, относятся к числу самых дорогих на рынке и пользуются неослабевающим спросом у чародеев. Печеный хвост дракона – это настоящий деликатес. Особенно если он подпек хвост себе сам, наверное. Я так полагаю. Ну че, сведения, все, исчезнете. Глупые подсказки. Без вас справлюсь. А че? Че так медленнося? Упийца короля сбежал, отрежьте его путь, за мной! Что происходит? Идем. А, это он отвлекает? Все, понятно. Трем-там-там. Трем-там-там-там-там-там-там-там-там-там. О, нифига себе, сколько всего много. О, трясюлька! Привет тебе. Я поплыл. А ты там оставайся. Мне некогда с тобой. Возиться? Ладно, есть. Сюда! Сейчас, подожди. Тут... Тут... Желтая метеоритная руда, между прочим, лежит. О, лохмотья! А можно и ходить сразу? Так, все, я здесь, я бегу, я за тобой. Колдуй в них че-нибудь! Или это свои, типа? Здоровый народ. Ну... Вот так! Смотри, какая спина модная теперь. Как будто татуха, да? Только это не татуха, это шрам. Скотина, обязательно было поджигать замок? От нее. Ты должен был выбраться незаметно. Зачем проливать реки крови? Ты оставил мне ключ от кандалов, но ни шапку, ни видимку. Здоровый форор! Как ты? Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Говорят, я ведьмачья любовница. Девка королевского убийцы. Девка. Мы еще вернем себе доброе имя. Люди болтают то, что им велят. Да все я знаю. Когда мы найдем убийцу короля, все они запоют по-другому. Проши об этом позаботиться. Я верно говорю, шпион? Я не шпион. Но, в общем, все правильно. Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды, вроде Кимбальта и Моровеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбальт. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим описанием. Значит, Флотзем. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе с Айдирном. Там хозяйничает Йорвит. Вы готовы? Да, капитан! Чего он не сказал, я не слышу? Мы с ней уединимся. Ты займешься моими ранами. Это как вы гераль прогаслик, только из тюрячки выбрался сразу. Смотри на него. Даже о том, о чем говорить не хочется. Даже о том, что может быть больно. Все на палубу и на Швардово. Берегите борт. Якорь чист, капитан! Что, подождите, якорь чист? Так говорят? Я думал, там якорь поднят. Не знаю. Честь – забавная штука. Она заставила Ариана вступить в неравный бой с Тимерией. А когда он был побежден, честь склонила голову Ариана, чтобы спасти жизни его людей, но не дала выжить ему самому. А, так он самоубийся что-то. Беда. Подозреваю, если к тебе пристанет прозвище «убийца королей», жить на этом свете становится нелегко. Особенно кому-нибудь вроде Геральта. Вот же бедняга. Я давно его знаю и уверен, что все эти короли и политика нужны ему как прошлогодний снег. Ну ладно, ладно. Мы же не всегда получаем от жизни то, что хотим. Иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами, как Вернан Роше. Нет, я не оправдываюсь, но у меня для такого знакомства были, как сказать, ну, свои причины. Весь путь по реке до Флотсона ведьмак провел в разговорах. До поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории. Дитя-неожиданность, губительная любовь, которая связывала его с чародейкой Йеннифер. Трис рассказывала истории жизни, которые его лишили. Вы заскучали? И все же не откладывайте повествования, друзья мои. Один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами. Лютик! На виселице. На виселице. А, мы его небось сейчас спасать будем из виселицы сразу. Двумя месяцами ранее, границей Тимирии и Айдивна. Не похоже на Лютика. Сразу видно, эльф в платье нарядился. Так, вот здесь. че это за тварь куку куку петька и грибу спасибо большое капитан гном за поддержку сейчас я допишу в этот списочек топ саппорт в саппорт топ всех всех саппортов убери оружие я пришел поговорить сейчас ролик закончится клоняйся в пол вон видишь пенсеносец это дима вент милостью божьей король айдир на долины понтера и прочее и прочее а ты друг нелюдей у меня есть предложение говори быстро и по делу у тебя есть время пока головоглаз не вернется я могу добыть еще голов все монарши дальше сперва фольтест но мне нужна помощь по эдирне я едва ушел от облавы мне нужны ваши убежища карты потайных троп мне нужна помощь с кэтаэлей я делаю это не ради золота и не жажду славы тогда зачем долго объяснять твоя тварь уже сожрала нагера тебе пора мы договорились эльф несколько дней после побега границы тибири и еды глава 1 для чем только предисловия прошли уже пол игры позади хаван нагила кончилась за мысом уже должен быть флот сам мы пойдем берегом вы это кто ты и я на разведку я иду с вами не стоит там может быть опасно неизвестно она живет чародейка давай возьмем пойдете должен же за вами кто-нибудь приглядывать сил там фаерболы не знаю всегда ли она такая и что теперь да я пообщаться хотел приятного аппетита до приятного аппетита аксмобьюер но как-то без хавана гил ну понятно это на это долго времени много уходит на хаванагил я могу конечно хаванагил на этот поставить но это прям вообще долго будет как можно заставить тебя хаванагилить даже не знаю бороду кондиционером нет меня нету придется замочить порты ведьмак без этого никак прыгать да я медленно хожу как-то сейчас стеганая кожа не кстати вернули все то что у меня было кто говорил типа зачем ты это собираешь все равно все отнимут отнимут броня плюс четыре ничего себе а там вот правда сопротивления всякие крутые тут фиговые сопротивления ну блин броня 4 от двух сторон нет да ну долго на чём идут ведьмака у вас фахова если я сейчас включу хаванагила водов не будет холодно давай ведьмак я не вижу где спускаться меня хаванагилят ведьмак мы ждем да вот чистить я тебе дам потом попозже есть весть от твоего таинственного информатора гавань закрыта некоторые купцы торчат тут больше месяца чертеж теперь понятно для чего я всякое собираю ну как она отлично вот решил помедитировать почему-то не могу ты знаешь где мы в лесу очень смешно ты знаешь кому принадлежит этот лес может ее риту я знаю долине понтера больше чем ты думаешь и мне известно что фольтест отобрал эти земли у ленды несколько лет назад полагают это же принимал в этом участие слышите смердит эльфами не могу прокачаться не дали такой возможности еще средства возврату и обмену не подлежат вообще-то здесь эксклюзивная кеку куку кеку было это верно наше последние четыре года командовал особым подразделением служит королю тимири лично отвечал за усмирение пред горе махакама охотник на эльфов убийцы женщины детей дважды награжден за проявленную отвагу юр вид самый обычный выродок я так ждал нашей встречи строил планы готовил ловушки а тут пожалуйста ты сам явился в мой лес ты помог убить моего короля король или бродяга разницы нет одним тхой на меньше а у быстро надо попробуем взять живым знаешь подходящие заклинания мне надо сконцентрироваться давай давай слезай вниз и покончим с этим я жду ты человек без чести верно наше мерзкое насекомое которое я раздавлю старая эльфская песенка о чем ты ведьмак знаешь сколько я видел таких как ты гордых аэнсейтхи которые прячутся по лесам и чем они беспомощны тем больше жестокости они творят я помог убить короля тараканов ты меня называешь беспомощным ты меня еще террористом назови нет ведьмак за свободу нужно драться никто ее просто так не даст очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами правду дело не в расе да и не в свободе даже месть тут ни при чем вы здесь только потому что кто-то очень влиятельный так захотел тот кто вас использует и не важно корона у него волшебная палочка или он заправляет богатой гильдией одно знаю точно не ваша свобода не ваши уши его не волнуют у вас уже была похожая история с нильфгардом и сейчас она повторяется или может быть я ошибаюсь ошибаешься никто больше не будет использовать sky то или кого ты хочешь убедить меня самого себя или твоих лучников которые прячутся в кустах 3 давай ну ты мазила хорошо что мы ее с собой взяли расстроен я не попал в порядке и крас подустала барышня мана кончилась они уже близко как я ими займусь я даже не под прокачал это отбивание стрел дайте помедитировать я не отхожу можно помедитировать мотыльков у нас больше не будет так что сваливаем на корабль это не лапа ее понял лапает он идет только один может лапать ее лапать и этот лапать это я я удержу заклятие берет пошли не третись ты меня отвлекаешь эмммм это сложно ты целая отлично я не целая о базилит поддержал стримера на 200 пикоинов не сказал на газиров спасибо большое базилит нет да я просто ну ладно Икоины, долго выходи Спасибо за поддержку Сейчас запишу Ой А как их тут побеждать? Геральт, заклинание еще держится, нет? Мотыльков у нас больше не будет Так что сваливаем За корабль? Каких мотыльков у нас будет? Убери лапы с моей задницы Отлично Ну офигеть Что-то их больше только стало Давайте не будем Ребята Останемся друзьями Пожалуйста Ты цела? Да Все в порядке Ах, ухлюдки А что? Я вижу только твои сапоги Где этот гребаный город? А как мне их побеждать? Квин? 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 Квин, они еще держатся Не отходи Мотыльков у нас больше не будет Так что сваливаем За корабль? Нет С той стороны их еще больше Будем пробиваться Квин это защита? О, а тут Квин работает нормально Когда бьешь Попорфик Не всегда когда бьешь Меня отошнет Помру с рукой на прекрасной попке Не на моей Я удержу заклятие Вперед, пошли Не трясись Это же Квин Квин, который в первой части Работал Что только броня Когда То есть тут пограмотнее Квин У меня кончился мана Я почти поверил, что выберемся Крис Барьер исчезает Крис Быстрее Еще немного магии Еще капельку Убей их, Нераль Кого? Вроде всех убил Это можно мне тоже за что-нибудь попу подержаться У меня, по-моему, страшно Не, ну поодиночке они такие себе, ребята Толпой, зараза, нападают Вот это фигово Нет, я понял Про то, что оставаться под барьером Я думал, я успею выбежать Пожмякать их там, которые впереди стояли Тревога, белки У них магии Заглось Ах Все понял, базилит Здорово, в ангар 54 Что, режет? Качество серьезное? Довольно близко Может, у меня битрейт низкий просто Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтеста Не бойся, Эльф Я знаю и Геральта, и его слабости Слишком много магии разом От этого и умереть можно Ты видел? Да Убийца и Йорет Живые? Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмаль Купец-бокалейщик Эмгир ван Эмрейс Купец? Бокалейщик Ага А это? Добрый человек Мы чудом избежали смерти Будь любезен Покажи, где тут можно отдохнуть Позже мы все объясним, если нужно Дайте мне уже помедитировать Важа, правда На рынок идите Может, и на казнь поспеете С мучьянов вешать будут Краснолюда И барда какого-то Там еще корчма Бордель Отдохнуть можно Бордель Это самое важное Будь здоров А она знает толк В этих Ну, в развлечениях Купец Покалейщик Подозритель Да, сам император Конечно Что-то у меня Подлагну О, барышня Раз А пойдем познакомимся Я похлюпать хочу Садись в воду В воде Нормально Нифига себе У меня шестой уровень уже Откуда столько А если я передумал Ну, что ты прям Совсем выходишь-то Заблокирован пока что Путь Так Отбивать стрелы Обязательно Энергия в бою Чтоб побыстрее Вне боя Плюс 25 В бою Плюс 10 Да Обязательно Не хочу метать ножи Хочу энергию Быстро-быстро Устанавливать Чё-то я пропустил Я чё-то пропустил А чё за вопрос был Так, так Ну, всё, хватит Отдохнули И достаточно Заодно и искупались Не балуй, ведьма Хорошо Я вас понял Где? 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 Чё-то хум Чё-то хум Пойдём Попшем Да-да-да Все вы так говорите Пока колечечко Золотое вам Не подгонят Некогда На телефоны отвечать Чё-то у вас происходит Лютик, слазь оттуда Импровизировать без крови Ведьмак не умеет По-моему Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Чё А Господин Господин Стражник Нет Тормози А ну седой А ну седой Осадил Понял Да За что их казнят? Я слышал Чтобы в славном Королевстве Тимерии Вешали за распутство Здесь вам не Нильфгард Иди-ка отсюда Чудной А то я за себя Не ручаюсь Забаву Людям портит Может и чудной А дело говорит Я вот тоже Бабу потискать Не прочь Так что ж И меня в петлю Тащить Господин Стражник К нам тоже Пару раз Захаживал Только без Распутства Иди отсюда В Агарвена Тут тебе не бордель Я пойду Только скажу Что охота Ты у него была Да вот Остановите казнь Рифмоплет Должен висеть И будет висеть Здесь город Порядочный А пледям А ведьмакам Слово не давали Следите Что говорите Господин Стражник В ведьмаках Я не разбираюсь А вот Гарвена Папа порядочная А ну заткнуть Хайло все Тишина Слушайте Слушайте У этого вояки Божьим попущением Яйца гниют Захлопни пасть Шлюха Ты же не станешь Бить женщину Женщину нет Берегись Ведьмак Что Кого чё бери А Драться будем Ну давай Ну как иди Опа По печени Всё одно Буду болтаться О, чё все дерутся Хе 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 А проворный И так-то был Страшничек Да ладно вам, что всех сразу вешать, ну, ёлки-палки. Ой, успел? Не, нормально. Золотон, здорово! Вот такой же прием был. Давай что-нибудь другое, красивое. Переводить? Да не, не надо. Что там в трусах? Там кто-то пришел. Да я выбежал из спальни, посмотреть на казнь в трусиках. Вроде тепло на улице было. Я спрашиваю, что это вы тут вытворяете? Докладываю, что... Пошел вон, крушина. Парочку сраных ублюдков стернуть не можете. А ты стой спокойно и руки держи на виду. На помосте либо в петле висят, либо речи говорят. А ты что выберешь? Ты кто? Ты тут командуешь? Ах да, простите. Забыл представиться. Бернард Лореда. Комендант флот заведения. Подожди, Бернард, подожди. Пахну. Ты у кого сдали нервы. Твои люди первыми начали драться. Мне-то что за дело? Они начали. Ты закончил. Я должен был защитить друзей Так ты их отпустишь? Ну и компания у тебя, ведьмак Отпущу-ка я вора Спокой, я пошути Ненавижу воров Я могу устроить еще одно представление На этот раз кровавые и без публики Или мы договоримся В смысле? Дай мне минуту Слушайте все Наверное, каждый из вас слышал о трагедии Случившейся во время осады замка Лавалетов К сожалению, это не ложь Король Фольтест убит Скорее всего, к этому приложили руку Скайтаэли В эти смутные времена Даже король не может чувствовать себя в безопасности Поэтому сегодня На улице Флотзома выйдут вооруженные патрули Объявляю военное положение Ждите указаний Готовьтесь к бою Мы будем мстить За нашего короля А теперь Все по домам Какого потом Йорви Тейлераше Пожалуйста, не спойлерите За это и бананами можно Лицо все обмазать И себе, и соседям И мне, и всем Всем по банану За мой счет А с ними что? Казни не будет пока что Скажем Я решил пересмотреть их дело Виселица не место для беседы Поговорим у меня Твоих приятелей я освобожу Но из города их пока не выпустят Жду тебя вечером Приходи, как стемнеет Раньше я буду занят А, кстати Добро пожаловать во Флотзом, ведьмак Да, я первый раз играю Они правда хотели нас повесить Я, я не знаю Я же не хотел сжигать башню Все в порядке, Лютик Идем отсюда Мы у тебя в долгу, ведьмак Спасибо тебе А теперь в трактир Пойдем, Лютик Выпьешь, полегчает Заодно расскажешь О местных дравах Ханжестве И распущенности Да, для тех, кто Мало ли, первый раз на канале Да, я игры Играю один раз И это первый раз Потом они меня так не впечатляют Почему-то Не знаю Я по одному разику Прохожу и хватит Что это зелененькое Это на карте зелененькое Отмечаются А, это торговцы, видимо, отмечаются Приветствую в моем скромном заведении Приветик А Чем ты торгуешь? Благовониями по большей части Разными благовониями Давай Понюхай Доставай Доставай Хочу чеснок Понюхать Крепкое сукно Это, конечно, не благовония Странно Ну, ладно А сколько у меня денег Это вот это? 356 у меня денег И мусор тебе не продать, да? Какие ты Дубину Будешь покупать? Будет А меч Длинный Как Сама Ведьмач Я Выносливость Косынку, конечно Один раз прошел и хватит Доту еще не прошел Прохожу иногда По вечерам Пока никто не видит Че? Я Подсказку не прочитал Че там? Вернитесь к торговцу через сутки И Каждые сутки у них новый товар? Разыскивается живым или мертвым Эльф Йорвет Атаман шайки белок А его можно в качестве трофея повесить? Он мне не понравился сразу Зачем он меня стрелял стрелами? Доска объявлений Может есть что интересное? Да Но сначала он Так, ну-ка отвернули Всем 18 есть У нас тут 18 плюс Между прочим Ух ты, как у них здесь О, сдачу кто-то забыл Ух ты Надо потрогать медальон Зашел в бордель Потрогал медальон Должен 500 рублей В лучшем случае Так, вроде всю сдачу собрал Какие-то они здесь необщительные Товар легенится Каждые сутки Но лучше бы продал кузнецу Всякий лом Ну я Первый раз Встретил Торговца Вот и решил Попробовать Кахни Прошу Чё? Фу, ты некрасива Доброго дня Здрасте Федьмак Геральт По прозванию Белый волк? Нет, я местный работяшка Талер предупреждал Что у тебя острый язык Тебя прислал Талер? Он самый Талер! Тот самый Талер! Так он мне всё капал на мозге Пока я не согласился Дай тебе кое-что на словах И посылку в придачу Давай посылку Давай, Сверток Бери Одной заботой меньше Ну какой из меня агент Нервы никудышные Язык за зубами держать не умею Ну Удачи тебе А я дальше побегу Дела А послание? И что Талер хочет сказать? Слово в слово Слушай, сука, во всём Роше Потому как он патриот Хоть и хер моржовый Стервятники уже кружат над трупом Фольтоста Но я справляюсь Достань этих пидоров И сам постарайся не сдохнуть И этот, как его Под скриптом В замке ты облажался Удачи Передавай Талеру привет Непременно В этой части я чувствую С Талером мне тяжко будет разговаривать Эй, ведьма! А, кто звал? Милсдарь, это вы Геральт из Ривии? А кто спрашивает? А, в смысле, да, конечно, кто? Большое спасибо за то, что вы сделали у замка лавалетов Вы спасли нашу семью Примите этот скромный дар Приятно, что вы помните Спасибо Да хранят вас боги А что дали? Укрепленная кожа еще Сон дракона Слушайте, ну, на самом деле Так-то поинтереснее сейчас будет на хардкоре играть Потому что Мне придется прям Прямо ведьмаком быть И всякие И Вот эти вот Сны драконов Бомбочки всякие делать И Все подряд Надо мечи посмотреть Кузнеца найти Ладно, давайте Где кузнеца найти Первой части мата не было, по-моему, вообще Да, перенес На слово верю, что это Танер Да-да-да Ну ладно, я вас понял Приветствую Приветствую Дай взглянуть на твои товары Прошу Смотри сколько угодно Мое имя Фьерованти Я купец Прошу простить мое любопытство Но разве тебя не наняли убить Кейрона? Кого? Этот городишко мне окончательно Опастелил И я буду рад уехать отсюда При первой же возможности Лареда выпустит купцов Лареда выпустит купцов только тогда, когда захочет Похоже, вы ему для чего-то нужны Как так? Он что, собрался устроить здесь международную ярмарку? Я подданный короля Димовенды И скажу тебе, что Димовенд мертв А теперь, если позволишь, перейдем к делу Привет, кстати, кот в рот Я что-то не поздоровался, по-моему На вопрос ответил, а поздороваться забыл Во второй части надо будет В третьей части надо будет уже 21 плюс ставить О, ну ладно, давай сначала на товары посмотри Но это не кузнец, да? Это не ему Ладно А давай сыграем Ну, пять, да, пять Повышает? Ну, ладно О, бросаем кости А где мои кости? А у меня улетело Ну, конечно, я проиграл Потому что у меня кости улетели Читар Нажал перебросить А он не перебросил Глянь-ка, ведьмак идет Как думаешь, согласится? Ну, не знаю Может спросим Чего они там заходят? Что у вас? А, день добрый Можно тебя на несколько слов? Ну, валяй Некоторое время назад Мы создали алхимическую субстанцию Мы хотели бы испытать ее в лабораторных условиях В Изиме И вот мы подумали Что лучшего подопытного Чем ты Нам не сыскать Может, ты согласишься навестить нас В Изиме Через год-другой Если будет время Мы бы провели над тобой пару экспериментов Не бесплатно, разумеется Нас интересуют Композитные эффекты Этого вещества Большего я сказать не могу Ты согласен? Ниркан, я помню Но я почему-то думал Что если ты выкинул Кости за пределы Доски Их дадут перебросить А их тут даже и перебросить не дают Ну ладно Да Превосходно Великолепно Быть может Тебя не затруднит Вести дневник во время Держи себя в руках Так Товарищи кузнецы Добрый вечер День День Мастер, глядите Кто к нам пришел Великан кузнечного искусства Нас не слышит Занят Не покладай рук трудиться Да и как, ведьмак Как жизнь? Хорошая у вас мастерская Да какая тут мастерская Но за добрые слова спасибо И от мастера И от меня Так чем могу помочь, а? О Дай взглянуть на твои товары Вот эти всякие дубинки, да? Ну и почем дубинка? Да так же 5 копеек Держи Махаканский Махаканский Сигиль Держи 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 Тоже забирай Не помню По-моему Тимирский Так Это спехи Смотри-ка Сколько у меня Перчаток Одинаковых Можно два раза Нажимать Как удобно Это я оставлю Цептики Приманки Здесь что? Рыбалка есть? Здесь рыб... Пацаны! Серьезно? Здесь рыбалка есть? Или это другие приманки? О! Мусор! Мутаген? Да, я в курсе Нам же рассказывали На прошлом В обучении Мой медальон Жалко Лохмоти Забирай Оковы Забирай Подзорная Труба Которая на самом деле Является Лупой Нет Вот с инкрустацией Не отдам Вот где мусор Написано Отдам Там и на медальон Все Хватит Штаны с сопротивлением Горили Парикмахерская Говорите? Глупо Просто глупо А че Глупого Это не парикмахерская Это по-моему То место Где они собрались Меня Это Надо мной Опыты В общем ставить Гизарма? Фига себе Че за гизарма? Че это такое вообще? Искусство магии Ты смотри С мечом Поосторожнее Я Аккуратен Ты лучше Подвинься Че ты там Прячешь В коробках Своих Сюда Давай Помогу же я Буковку М Нажать Правильно? Правильно Ой Тут еще Кузнецов Всяких Копья С крюком Спасибо 12-16 Ого Неплохая Гизармочка Так то 7-20 Ого Не Ну гизарма Выглядит Круче Наверняка Интересно А как она В ножны Запихивается Цик Проню я Продал Все В принципе Че это такое? А это Упорядочить По весу По времени Когда Лешки Матрешки Интересно А здесь Вес оружия Влияет На то На скорость Владения На скорость Использования Ограничения Есть 172 Из 300 Я пока А видно Да На стримчике Ладно Пойдем В задание Потом Будем Разбираться А те Че потом Тоже же Интересно Огонь Надо зажечь Так Объявление Почти Ё А че По русски Не написано Нет Ничего Заказы На Эндриаг Перед лицом Угрозы Кою Представляют Твари Эндриагами Называемые И заботясь О жизни И благополучии Добрых жителей Городов Лодзама Комендант Бернард Лоредо Решил Назначить Награду За уничтожение Он их чудищ Храбрец Избравший Избавивший Округ От Эндриаг Получит Щедрую Награду Из рук Людвига Мерса И будет Упомянут В хрониках Города Как истинный Герой И спаситель Ну Давай Объявляется Всем И каждому Что Комендант Бернард Лорендо Назначил Щедрую Награду За истребление Накеров В окрестностях Гарнизона Чудовищ Следует Извести Раз И навсегда Смельчак Который Возьмется За это Задание И выполнит его Успешно Будет Награжден Полным Кошелем Оренов Также Отдельно Будет Оплачен Жрец Который В течении 28 дней Будет Возносить Хвалы И молитвы Во славу Героя Вот она Мечта Беру Конечно Выполню Вообще Первым делом Побегу Выполнять Да будет Известно Всем и каждому Что бандит Димитр Преисполнился Раскаянием И попросил Прощения За все свои Страшные Злодеяния Комендант Лоренда Известный Своим Милосердием Простил Разбойнику Его вину И разрешил Димитру Вернуться В лоно Общество Настоящим Отменяются Все гончие Листы И указы О награде За голову Димитра А Я Ну Хорошо А зачем Мне это Заказ На тролля Ого Разыскивается Смельчак Который истребит Тролля Дегенерат Что притаился В окрестностях Разрушенного Моста Ой как Замечательно Тролль под мостом Отлично На границе С Айдирном Бестию можно Победить Любым способом Лишь бы Успешно Завершить Задание Укротителя Тролля Ожидает Существенная Награда Сумма Облагается Налогом А также Благодарность Угнетаемых Чудовищем Жителей Флотзама Да-да-да-да Как бы молитвы Не на могилке Героя Были Здравствуй Нортон Строим Интересный Да Я Минору Привет Волосья Висят Паклей В бороде Колтуны Чё Это заметно Что ли Вроде Вы Вычесывал Нет Нормально Заходи К Флотзамскому Цирюльнику Услуги Цирюльника Среди прочего Бритье Кровопускание Вскрытие Чирьев А кроме Того Стрижка Цены Найдостойнейшие Зубы Рвет Умелый Кузнец В кузне Напротив Приглашаю В лавку Древности Эйнар Гуси Так Не хочу Удажилища Тролля Контракт На накеров Накеров Разузнать Про накеров Накеров Господи Как Тут ударение Вообще Ставить Книжечки Я хотел Почитать Вот Искусство Магии Искусство Магии Да Ну Неркан Да Ну я Ожидал Увидеть Там Хотя бы Какое-то Подобие Парикмахерской Цирюль То есть Там Зеркало Табуреточки А там Просто Эти Дядьки Стоят Около Двери И все Сила Которой В состоянии Управлять Чародеей В просторечии Именуется Магией По мнению Одной Известной Мне Чародейки Магия Это Хаос Искусство И наука Благословение И проклятие Сколь бы поэтически Это не звучало Трудно найти Более точное Определение Ясное дело Что все Зависит от того Кто использует Силу Однако Нельзя отрицать При помощи Магии Можно Совершать Вещи Немыслимые Для обычных Людей Ведьмачьи Знаки Это Также Форма Магии Однако Чародеи Смотрят На нее С жалостью Ибо Сила Знаков Не может Сравниться С мощью Которой Владеют Сами Чародей Без Магии Наш Мир Был бы Определенно Беднее А Множество Прекрасных Вещей Оказались Бы Забыты Пошел Ты Накер Залипнул Фи О Все Паукообразные Охотятся В одиночку Они терпеливо Ждут Свою Добычу А завидев Ее Способны Убить Одним Молниеносным Ударом Тоже Да меня Тут Первый Встречный Убивает Одним Молниеносным Ударом То же Самое Касается И Головоглаза Главоглаза Большого Страшилища Которое Облюбовало Для себя Леса Возле Рек И Стало Неоспоримым Властелином Этих мест Властелином Который Терпеть Не может На своей территории Других охотников В том числе Ведьмаков Никто Не любит Ведьмаков Вообще Че за Че за Времена Пошли Лакатик Ну пошли К этому Подстрижемся А он Мне бороду Ты бы Поаккуратней С разговорчиками Вот с такими Ну Кто кого проклял Баклажан Так Давай Стриги меня Это Оскорбление Молчит Я не с тобой Разговариваю Вообще То Ваш квест Принял Гаспар Так это Это Гаспар А должен быть Какой-то Гес Ге Гус Си Че-то Там Это не Те Товарищи А где Контракты Это Это Рецептики Контракты Куда Ложатся Книги Или Типа Прочитал И все И забудь Теперь о них Он не Про род Говорит А про род Наверное Как-то Узнал Хотя Ведьмак Насколько Не Знается И сам Не знает Кто его Родители Может Здесь Ух ты Ничего себе Как много Все Спасибо King Wall Здравствуй Тебе Здравствуй Тебе Галочки Это Выполненный Квест Да Ё-моё Тут Историй Галочки Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Потом активное, ладно, задание буду читать Выполняю свою работу Ведьмаки руководствуются кодексом, который в доступной форме поясняет, что ведьмаку можно и чего нельзя Геральт утверждает, что кодекс выдумал он сам Чтобы всегда иметь отговорку и вежливо отказаться от неудобного заказа На мой же взгляд, кодекс сложноват для Геральтова у Мишка Так или иначе, Геральт обратил внимание на то, что Бернард Лоредо Назначил награду за голову тролля, живущего в окрестностях Флотзама Поскольку тролли существа разумные, кодекс запрещает их убивать Однако ведьмак все-таки решил исследовать этот вопрос более детально О, геральт утверждает О, геральт утверждает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может в лавках и в торговце? Субтитры сделал DimaTorzok Только тут ножами стригут как будто бы Что-то я не знаю где искать тогда вашего тирюльника Нету тирюльников Там товарищи не тирюльники живут Может быть здесь? Удобно Можно подходить к нему, он будет ребра пересчитывать Ну мало ли вдруг чё потерял где... Ну и порядки тут у нас Костанец Ну вот, предчувствие меня не обмануло Стоило заглянуть в эту дыру Убийца Фольтеста собственной персоной Как дела? Как дела? Как здоровье? Не жалуешь? Безмерно рад Знаешь, да вы из зимы путь далёкий Я не хочу тут долго возиться Я и так на тебе много времени потерял Ну счастливого пути Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник Живой ты стоишь больше Ну если будет надо, ты и мёртвым сгодишься Кто это? Что выбираешь? Ну попробуй меня убить Брось меч и подними руки Иначе я не ручаюсь Подойди и попробуй меня убить Ведьмак, давай не будем У нас на хардкоре стоит Давай Ну не надо, пацаны, вы чё? Ладно Ах сей А Думай, что творит Не-не, всё нормально Там просто беда какая-то Я очень разорстывка, знаешь Там вон парни, смотрите Они на меня кидаются вообще-то Боль-то с мёртв Говорят, что в с... Это его ищут Живо, ребята Зато сразу по всем рубить Удобно, по-моему Ну, было удобно, пока я не понял, что обращаться с ним не умею И, походу, я все продал, ведь, да? Ну, попробуй, возьми меня По-наставят хардкор за углом, маньяков еще Отлично! Доска объявлений Может, есть что-то интересное Может, есть Эйнар Гуссель Потом возьми, короче Все, я пошел в таверну отдыхать Надо отдохнуть в таверне просто Хорошенько расслабиться У вас текстурки заплывают Отлично Медисель Неплохое имя для Того, кто стоит в углу и пьет А что это за подвал? А, здесь, типа, нелюди? О, здесь драка Ох, матушка Если встретишь его Делай вид, будто не видишь А главное Коза ему не смотри Да веди себя с ним почтительно Вы что, боитесь? Рухай, волкер Ой, а что это у вас тут? Уууууууууууууу А, это Цирильник, наверное, здесь живет Просто А кто? Стричь будет? Нет? Там Может, мне лечь надо Чтоб постригли Хорошенечко И не только Надо, наверное, дождаться. Людк! А где это задание-то? С кем не разговаривать? Кувалда. Это да. Трясюля, все в порядке? Как тебе, солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. Они давно меня научили, как пророгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набираясь пива. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимерии. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роше меня хоть немного уважают. Я вспомнил погром в Ривии. Разъяренная толпа убивала нелюдей. И паренек с вилами. Больше ничего? Смерть. Торопительский. И очень близкие к ней состояния. Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что вернув память, я найду ответы на многие вопросы. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Так, дайте мне задание, короче. Пока мечи не продал, пойду с теми парнями поговорю. А тут где-нибудь пишется, что ведьмачий стиль используется? Нет? Что-то они меня больно бьют. Я тот меч достал. Погони уронов! Погори пока. Говорю, погори пока! Да-а-а! Да-а! Ну, чё-то не отпрыг... Ну, чё-то не... А-а-а! Ха-ха-ха! НЕ, я не успокуюсь. Я этим... Я сейчас зубы повубиваю, пойду. Доска объявлений. Да. Может есть, что интересно. Может есть. А может и нету. Да не то слово, похлеще Дарк Соулзов. Он так просто не сдался. Ну, хоть от первого удара отпрыгнул. Сюда подошел. Да как вы попадаете? Вы че? Издеватели. Еще и кровотечение. Импаси, бро. Да нет, я не хочу понижать сложность. Но почему я... Я не понимаю, почему я не отпрыгиваю от этого самого... Квен. Квен это кто у нас? Убийный, беднусь, судно, просьба дает. Не бойтесь, веначащих сучек. У меня есть черепаший камень. Тихо отпрыгиваю. Че стоим? В стороночке. Геральт косолапый по лицу. Сейчас получит, по-моему. Че-то не подавил я ему волю. Стража! Меня тут убивают! Как-то он не подныривает под этим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Впять бы сюда. Ведьмак, почему мы не попали ни разу? Ведьмак, это че вообще такое? Я не понял, что-то. Да какого фига? Да, у меня че-то... Мне не нравится, что он как-то не отпрыгивает. Веревочная лестница? Как-то неправильно отпрыгивает он. Зачем мне столько веревочной лестницы? Ну ладно. Пригодится. О-о-о! Кишки наружу! Портал не люди. Не люди, где поликмахтера найти? Малой, это че-то классно. Все хорошо. Как-то кривовато сделано. Почему я не могу с ним поговорить? Хотя... Было вроде возможно. День добр. Здрасте. Я все сделала, как ты сказала. Но дождь смывает краску. Хоть у вас парикмахера найти. Я ведьмак! Ты ведьмак? Ого! Ты смелый! Во, ремесленный район. Все в порядке. Наверное здесь. По-моему солянка готова. Перед тобой мастер своего дела. Молчи, женщина. Добро пожаловать. Готово, аж тебе сказали. Выключи огонь. Добро пожаловать. Спасибо. Битрейт? Я не помню. Около трех стоит. Пожалуйста. Нету здесь парикмахерской. Парикмахерской. Ну, по идее, кузнец там здесь. И там, и здесь. Один. Может не в этом городе, я не знаю. Я так понимаю, здесь еще кузнецы? Ремесленники. Может быть там? Парикмахтеры. Доска объявлений. Я что до сих пор... Может есть что интересное? Ф5 и на перегреб. Потому что что-то у меня бомбануло от этих ваших бандюганов. Так. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok